Чтобы инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, люди с нарушением слуха и другие маломобильные граждане в дни досрочного голосования, а также 17 ноября, в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания, имели возможность самостоятельно отдать голос за понравившегося кандидата, им помогут волонтеры. Но как правильно оказать помощь людям с ограниченными возможностями? Как корректно общаться с ними? Ответы на эти вопросы знает Ильяна Дойчева. Девушка является студенткой Брестского университета имени Пушкина, а также командиром волонтерского отряда «Имкнение». Если это инвалиды-колясочники, то это как правильно их поднять по ступенькам, как правильно спустить, потому что при малейшем каком-то неправильном движении человек может просто упасть с коляски. Вообще это будет легче, потому что они все очень доброжелательные, они нам всегда помогают. То есть если мы что-то неправильно делаем, они нам всегда подскажут, как это правильно. Также будет учеба с языком жестов, потому что есть люди, конечно же, и глухонемые. Волонтерское движение на Брещене активно развито. Всего задействовано более трех тысяч добровольцев. Во время выборов будут работать горячие линии. Любой маломобильный гражданин сможет позвонить и попросить помощи волонтеров в сопровождении к избирательному участку. Мы планируем более 500 волонтеров задействовать. Конечно, мы будем брать за основу такие массовые участки. Конечно, мы будем отрабатывать и с центрами, территориальными центрами населения, потому что если у них будут заявочки, мы будем помогать. У наших волонтеров уже есть опыт работы на избирательных участках. Конечно же, мы этот опыт хотим сохранить и превымножить. И, конечно же, мы увлекаемся новых волонтеров в деятельность такого рода, именно общение с маломобильными гражданами. Еще в 2017 году на базе территориального центра социального обслуживания населения Московского района Бреста было открыто отделение сопровождаемого проживания. Начиналась его работа с оказания двух услуг – помощника по сопровождению для людей с ограниченными возможностями и услуги ассистента людям с психическими отклонениями. В этом году появилась новая услуга переводчика жестового языка, которая сразу стала востребованной. Ей пользуются 84 человека. Специалисты территориального центра также поделятся своим опытом с волонтерами. И все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями почувствовали, и голос на выборах нужен и важен.